здравствуйте друзья вы смотрите программу мастерская рыбака с вами я владимир габелев и сегодня наша передача пойдет о том как ловить имитациями различных насекомых с помощью сбирулина кто-то говорит бомбарда в общем то это слова одно слова синонимы и просто у нас в россии прижилось это слово бомбарда для нас более привычно гость в нашей студии владислав сайликов этот известный рыболов автор многих статей редактор журнала рыбалка на руси и просто прекрасный человек здравствуйте так вот сегодня мы будем смотреть то как руками мастера создается произведение искусства под названием насекомое какое именно насекомые будем делать мы будем делать жука жука мы будем делать жука я перед тем как он начнет делать нам жука хочу показать что у нас очень много есть воблеров-имитаторов мы уже ловим этими воблерами что-то изображает кузнечика что-то изображает жука ну и так далее Их много различных вариантов. Божьи коровки есть. Есть какие-то непонятные конструкции, только напоминающие насекомые. Тем не менее, эти приманки действительно хороши. Но они обладают своим собственным весом. И не всегда удобно и хорошо ими можно забрасывать. А вот то, что будет делать сегодня Влад, это забросить легко с помощью любой бомбарды. Что для этого требуется вообще? Как ты до этого дошел? Ну, дошел очень просто, конечно. Всем известно, что такая рыба, например, как галавль, часто собирает насекомых с поверхности. И вот имитация жука – это самый, наверное, удачный вариант в таких случаях для его ловли. Потому что он уже целенаправленно охотится. Особенно, когда там падает гусеница с деревьев или идет вылет майского жука, он уже изначально находится в поверхностном слое. К тому же, он часто стоит под кустами в ожидании насекомых. Вот именно жуки являются основной его пищей в эти периоды. Связать его очень легко можно, в принципе, не используя никаких на хрустовых специальных материалов. Обычные подручные вещи можно связать любого ловистого жука. На коленке. Да, буквально на коленке. И затраты тут, ну, просто копеечные. И самое главное, чтобы в жуке именно, чтобы жук плавал. Чтобы жук плавал, нужен хороший плавающий материал. Хороший плавающий материал можно раздобыть, как выясняется, где угодно. Вот этот вот чудесный черного цвета, все мои муравьи там были связаны из него. Я вообще сейчас не могу даже проследить, откуда он взялся. Но, судя по его контуру, это какой-то детский конструктор. Очень много сейчас таких продается в магазинах, в том числе дешевых. Там все, по 37, там можно купить что угодно. И вот для более больших жуков, вообще непотопляемый материал, это было расписание для уроков. У детей это не отбиралось. Конструктор с непринадленностью. Да, купил специально для себя, для цели именно для вязания мушек. Единственное, что нужно учитывать при вязании, нужно взять как можно более тонкий все-таки крючок, если пенка не очень толстая. Вот с такой вот толстой пенкой, в принципе, можно использовать смело двойник. Ничего не изменится. Двойник не будет крутить? Двойник нет, не будет крутить. Это уже проверено, к тому же вот у двойника, вот мушка на двойнике, она идет по поверхности, а крючки они как бы стабилизируют. То есть он не дает ей закручиваться. Если на тройнике сделать, возможно, тогда и будет крутиться, но как бы смысла у тройнике совершенно нет никакого. Берем крючок. А крючки обычные берете? Крючки вот для жука, да, можно взять любой, в принципе. Я просто так, как у меня много крючков на хлыстовых, как бы оптом дешевле, как говорится. Ну да. Сразу берешь там 500 штук, они обходятся столько же, сколько в магазине, по цене взять небольшую упаковочку, 10 штучек. Поэтому так как я делаю много... А какой номер в данном случае используешь? В данном случае номер 10. Десятый. Ну, такой самый ходовой, но в принципе, когда уменьшаешь крючок, рыба мельче может попадаться, но это не аксиома как бы. Вот я слушаю, что там на 18 номер за килограмм постоянно у людей влетает. То есть как бы... Ну, я не очень люблю мелкие мушки. Ну, просто мне кажется, что все-таки большому куску рот радуется. Учитывая, что, например, вот такого плана воблер, да, еще больше, может хватать там вот такой голавлик. Да, да. Естественно, у какого, неужели он там испугается какого-то вот такого жука, который там в 6 раз меньше. Так, размер приманки у тебя есть какие-то фиксированные или ты делаешь просто на глаз? Вот ты посчитал нужным, допустим, ну, вот такое тело примерно, приблизительно, это то, что мне нужно, да? Ну, вот я вот это тело именно рассчитывал, когда был вылет там майского жука, когда все-таки мы думали... Ты брал по образу и подобию делал, да? Я делал просто по размеру, как бы, чтобы визуально, но все равно же рыба, она смотрит на жука снизу. Снизу. И получается, все эти хитрости она не видит, хотя, ну, были у меня попытки, я понял, что это слишком процесс, ну, абсолютно не нужно только для себя. Можно, например, нагреть иголку, да, и приезжать при середине, и у нас получится как будто крылышки. Хитиновые крылышки, да. Здесь можно выдумать что-то, но обычно, как бы, Гававля реагирует на какие-то шевеления, вот он очень любит всякие такие элементы шевеляющиеся. Хорошо, если ножки торчат, какие-то усики. Ну, вот, в принципе, чтобы первую рыбу свою поймать, не обязательно вообще делать какие-то супер, там, хитрые мушки, покупать какие-то специальные материалы, где-то, конечно, можно все сделать из подручных. Вот основной материал, естественно, вот, как я сказал уже, это пенка. Пенка и крючок нам понадобятся для данных условий. Пенка – это всегда, практически всегда в нашем случае полиуретан, да? Да. Вот, это то, что, в общем-то, не подвержено пропитке водой, да? Да, он не впитывает воду. Это то, что не имеет, не изменяется вес, и он достаточно плотный. Да, вот еще ты меня спросил как раз по размеру. Мы, например, берем пенку и вырезаем вот такой вот там кусочек, да? Он получается где-то вот такой длинный. Из него там можно сделать полтора десятка жуков. Да. Потом вырезаем другой кусочек, он может быть шире, да? Жухи получаются шире. Потом на водоеме, эмпирически путем определяем, на кого чаще клюет. Если есть такая тенденция, что вот более широкого жука клюет лучше, чем на узкого, ну, вдруг вот так получилось. Хотя часто это больше в голове, чем отреку зависть. Мы просто берем этого жука, смотрим его ширину, и по этой ширине делаем еще 15 таких же жуков. То есть, как бы, ну, обычно роль эта большая не играет. Как бы головой он либо реагирует в этот момент на плавающие приманки, либо их не берет. А ты делаешь длинные отводные? Ну, не отводные, а длинные поводки, да. В принципе, об этом можно поговорить уже, связав жука. Я думаю, ну, вообще, лучше сделаем жука, и тогда я покажу как раз бомбарды, которые подойдут для жуков, потому что человек может сделать жука, купить, побежать бомбарду, бомбарда окажется не так, какая и надо. То есть, это будет печально, первый опыт неудачный, и потом вообще, может быть, не захочется. Ну, вот жук – это самый простой вариант поймать головля. У меня вот человек первый раз в жизни поехал, я ему дал жука, он поймал двух головлинок, его стою на килограмм 300 на реке недалеко от города Домодедово. Я там, честно говоря, никогда таких головлей не ловил, но как, говорит, первый раз всегда везет. Как всегда везет обычно, да. Он просто хвастался, восторг был, да, там, покажи, как, чего, как, дай жука, там, еще, там, бомбард куплю, там, куча, такие у него там мысли. Таких историй не счесть у нас там тоже. Самая показательная история, когда мы приехали несколькими семьями на берег отдыхать, и когда мы всем ходили, мужчинами все ходили, ловили, ничего не могли поймать, потом пришли обратно в лагерь, жена одного из друзей, говорит, а что этим делает? Да ты вот так берешь, бросаешь, говорит, ты выматываешь, все набросает, и с первого заброса вытаскивает щуку на килограмм. В общем, потом просто говорит, вы ловить не умеете, оставляет спиннинг-сторгу, и все. У нас такие глаза, мы ничего, что можно сказать по этому поводу. Что мы делаем? Мы вырезаем полоску пенки. Ширина, как мы поняли, уже произвольная. Да, произвольная. Ну, так, в среднем это обычно где-то около сантиметра получается для крючка, вот номер 10, который мы взяли. Если более мелкий крючок, соответственно, более узкую полоску. На конце нужно сделать такой вот уголочек срезы, это облегчит нам крепление ее к крючку. Теперь мы делаем монтажную, теперь нам нужно нанести на крючок. Так вот делаем нахлест, чтобы один виток заходил на другой. Примерно где-то две трети, да? Да. Или посередине? Ну, можно посередине. Вообще, обычно проматывают весь, как бы считают, что так надежнее. Ну, я не вижу смысла, и так никогда ничего не съезжало. Тем более, жук за счет вот плавающей пенки, его можно обычным суперклеем даже проклеить. Ты вот в данном случае ничего не крепишь клеем, да? Или лаком? Здесь нет смысла пока ничего. Пока ничего. Теперь нам нужно закрепить полоску пенки. Вот здесь очень важный момент есть. Прикладываем ее к крючку. Если мы начнем сразу ее тянуть, то мы разрежем пенку просто-напросто. Она отрежется, придется заново все делать. Мы кладем без всяких усилий. Без напряжения, да? Да, так спокойненько, в одно и то же место. Делаем несколько виточков, а потом уже мы можем затягивать ее. Да, это очень важный момент такой, чтобы не прорвать. Да, вот это самая такая ошибка обычная. А потом вот этот хвостик уже можно более-менее так произвольно. Ну, тоже сначала без натяга. По всей длине тела, да, ты проводишь? Вот тут у нас как бы в задней части он будет более толстый. В принципе, свойственно многим жукам. Здесь хоть особо и не важна имитация полная, да, но все равно где-то какие-то элементы общие должны быть обязательно. Ну да, если он увидит, давай посмотрите снизу и увидите, там, параллепипед какой-то, да, непонятный там. Возможно, что поклевки не последует. Здесь вот можно далее использовать что угодно. Вот у меня есть жук. Как бы не то, что что угодно. Здесь вот есть мех оленя. Здесь использован мех оленя. Он такой волосатый получается. У него брюшко. Не знаю, насколько это все. Такой жук-панк. Да, насколько это полезно. В принципе, можно сделать обмотку пером, нам не столь важно. Мы, допустим, мы новички, мы никогда ничего не делали. У нас есть только крючок, пенка. Еще одна удивительная вещь, потом о ней расскажу. И мы берем нить обычную, вот, из которой носки вяжут. Бабушкины. Бабушкины, да. Разобрали. По всякому случаю, вязали, не знаю, как сейчас какие-то разноцветные всякие появились. Нитку распустили. Мы ее приматываем в любом месте, собственно, крючка. Не столь важно, где у нас. Ты цветами балуешься? Делаешь разные варианты цветов по жукам? Или делаешь, в общем-то, практически серыми? Нет, серыми делаем. Но я вижу зеленые. Разные. Я красил их и фиолетовый. Ну, как бы, учитывая, что голава ли видит снизу, все вот это вот сверху, вся эта красота остается для него незамеченным. Поэтому сверху можно лучше даже поставить какое-то яркое пятно, например, лаком. А снизу, может быть, менять? Самому видно. Снизу я обычно люблю вот такие вот красные элементы делать. Можно из очень яркой синели, такой флуоресцентной. А брюшка, допустим, цвет менять брюшка? А таки. Вообще брюшку можно покрасить, на самом деле, в любой вариант. Который только возможно. Но я вот пока вот не заметил именно по цветам какой-то большой разницы в поклевку. Единственное, что, возможно, красный элемент добавляет. Потому что у меня вот жуки с красным хвостиком довольно неплохо отработали. Я специально ставил, сравнивал. Жуки были чуть другие, но вот без этого элемента. Мне показалось, что поклевок меньше намного. Сколько оборотов нужно делать? Ну, можно где-то два слоя провести. Еще нить бывает разная. То есть, по толщине. Я уже говорил в какой-то одной из передач о том, что обязательно проверяйте те элементы, которые вы будете обматывать. То, что вы берете в домашних условиях. Допустим, распускаете ткань, распускаете какие-то там, ну, те же самые старые носки. Проверяйте их, смотреть, как они себя, как они будут менять свет в воде. Некоторые из них, наоборот, становятся более благородно окрашенными. Это какие-то интересные такие фоновые краски появляются. Некоторые, наоборот, даже яркие на воздухе становятся вдруг бледными, неказистыми, неинтересными. Перед тем, как что-то сделать, просто опустите в воду и посмотрите, как оно будет в воде смотреться этот цвет. Ты делаешь таким таком? Я все проверяю. Я все мушки кидаю, потому что бывают казусы иногда. Тоже делаешь жука. Вроде бы все сделал правильно. Все элементы плавающие. Где-то, может быть, перемотал там какого-то материала. Он какое-то время плавает, потом начинает тонуть. Именно для наших целей, для ловли по поверхности, естественно, такой жук не годится. Его можно или просто срезать, связать другой. Но есть вариант высушить его и покрыть лаком сверху. Тоже как вариант. Ну, обычно овчинка выйдет, учитывая, что вот из этого расписания, имея только вот это расписание, можно целый завод открыть. Ну, вот мы намотали нить. Для большей крепости мы промотаем ее. Сверху. Да, потому что жуки имеют свойство прокручиваться от материала, который на них. И опять же таки, ты это не закрепляешь, потом, а вот каждый отдельно, допустим, сделал виток, не закрепил его после этого, ни лаком, ни клеим ничего. Просто делаешь дальше. Все на одной нити делаешь. Делаю все на одной нити, а дальше, как бы, по желанию можно проклеить, на самом деле. Можно, да. Клеить, да, вот здесь вот именно, где крючок с пенкой соприкасается, потому что после нескольких поклевок здесь расшатывается, и пенка может просто на месте крепления нити начать рваться, порвется. Но в этом тоже ничего страшного нет, ее можно просто клеем, приклеить. Кстати, когда вы будете использовать какие-либо клеи, клеевые основы, обязательно обращайте внимание на то, что некоторые клеевые основы бывают очень токсичными, и не только в плане вдыхаемого воздуха, но они еще разрушительно действуют именно как раз на вот такие материалы. Бывает так, что ты каким-то клеем делаешь даже капельку клея, попадая на материал, и материал разрушается. Бывает, да, он превращается в такую клеевую массу. Перед тем, как делать, сначала проверьте, подходит ли этот клей для материала. Теперь вот эту вот полоску пенки мы вперед убираем. Посильнее закрепить. Просто его загибаешь и все, да? Загибаю вперед, перекидываю нить через него. И опять же без усилий. Без усилий, да. Несколько оборотов без усилий, чтобы как бы появилась большая площадь соприкосновения, нитки с телом, да? А после этого уже затягиваешь. Да, потом его можно уже подтянуть. На самом деле можно сделать несколько там сегментов. Вот по такому принципу сделать гусеницы, например. Да. Сократив шаг там несколько раз и сделать 5-6 сегментов тела. Будет такая имитация, очень близкая к оригиналу. Особенно если использовать там зеленую пенку, например. Темные, зеленые, какие бывают гусеницы или желтые. Дальше всегда лучше лишний раз промотать, сделать несколько витков. Ну, в общем, по поводу витков это все тоже произвольно. И сколько вам самим кажется правильным сделать? Да, можно покрутить, например, жука, если он очень уж свободно ходит там, да? Ага, все-таки стоит проверить перед тем, как крутить лишнее там. Допустим, крутил-крутил, попробовал, плотно сидит. В общем, этого вполне уже достаточно. Потом мы что сделаем? Мы немножко оттягиваем пенку. И перпендикулярно этой полоске ее отрезаем. В принципе, что-то похожее на жука у нас уже получилось. Здесь на всякий случай нужно сделать такое. Узлы совершенно простые, обычные. Да, но это чтобы не распустился, она не улетела у нас. Дальше, так как мы решили делать с отсутствием материалов на хвостовых, и как бы упростить задачу, есть очень хороший материал. Не имеет смысла вообще покупать специальный материал для ножек. Он по какой-то причине стоит, наверное, раз в шесть дороже, чем то же самое, продающиеся в отделе, где бисеры. Это вот силиконовая нить для бисероплетения. В чем у нее плюс? Она бывает вообще разных цветов. То есть на зеленого жука можем там зеленые ноги, или красные ноги сделать, если кажется, что эти ножки в данный момент. Экономить ее не стоит, ничего отмерять не надо, потому что тут хватит. Я думаю, на всю жизнь. Как раз вот для этого завода, где вот эта пенка будет использоваться, как раз у нас подойдет эта силиконовая нить. Обестоимость получается практически нулевая. Ну вот у этого жука тут цена крючка. Цена крючка. Потому что нити там уходят совсем чуть-чуть. Она тоже недорогая на самом деле, стоит довольно дешево, и хватает ее надолго. Если, конечно, там не заниматься массовым производством, ну да. А для себя, для друзей, кто попросит, всегда можно сделать. Мы отрезаем вот такой кусочек. Ножки ты тоже никогда не отмерял, какие там по-настоящему ножки по длине, просто на глаз. Нет, с римейкой за жуками не носился. Не носился, да. Да, вот это плюс, кстати. Потому что, как там поговорка, кто может червяк крючком проткнуть, да, тот и церковь сожжет, и Родина. Да, да, да. И нам действительно жалко там в Столичном берегу какой-нибудь жук с такими усами там красивыми. Мы кладем чуть-чуть под углом. Под углом. Потому что, если мы просто повесим, вот так вот нужно нитку как раз делать покороче, это будет удобно. Кладем под углом, делаем один виток, еще один виток. Теперь у нас он держится за счет пока узловяза ножка. То есть два оборотика вполне хватает. Да, два оборотика, и вот под весом бобинодержателя как бы мы уже можем эти ножки двигать, как нам забуговариваются. Мы их сдвигаем на бок жука. Но ножки со спины не могут расти. Конечно. И когда мы их сдвинули, мы делаем еще несколько оборотов, то есть как бы мы их закрепляем на том месте. Они прямо как настоящие. Как настоящие. Берем другой кусочек, отрезаем такой же. Не жалея прямо. Да, конечно, потому что нет смысла экономить. Потом весь жук связался, и одной ноги у него нет. У него нет, да, да. Вся работа пошла так же. Прикладываем под углом. Два раза. Так же упрямляем там, как можно. Это практически как в известном фильме, Брюки одним движением превращаются в жука. Да, да, перефразивая получается. То есть вроде бы шесть движений и безликая масса превращается в уже видимое насекомое. Здесь уже можно как бы фантазировать. Мы можем, например, передние лапки сделать покороче. Главное, чтобы они были одинаковые. Вот и уже фантазируем. Мы их натягиваем, да. Вот обрезаем. Вот такие лапки. Задние, например, пусть будут там подлиннее. Подлиннее. Вот так вот получилось. Можно там их еще порезать. Можно, да, да. Можно что сделать? Можно взять выжигатель, нагреть здесь нить, и они у нас согнутся в коленках. То есть будет там вообще. Здесь, например, загнуть вперед. Ну, тут можно усики добавить. Можно огоньком зажигалки сделать небольшие набалдашки. Да, да, заправить. Они будут как раз очень похожи на лапки. И вот это, в принципе, очень простой жук. Мы тут, ну, естественно, мы их закрепляем. Делаем финишный узел с помощью узловяза. Или я руку, кому как удобнее. Ну, узловяз, он бывает удобен. Иногда крамушки очень мелкие. То есть, как бы, пальцы большие, а мушки мелкие. Большие, а мушка мелкая, да. И можно там где-то ее крыло помять или еще чего-то. Вот, в принципе, готов. Учитывая, что материал сильно плавающий, можно использовать суперклей, чтобы закрепить здесь нить. Закрепить. Да. Можно сделать несколько узлов и вообще ничего не использовать. Но в идеале использовать все-таки лак. Плавающий он надежен, на самом деле, любого суперклея. Суперклей он как бы потом может таким пластами, резинками отрываться и ничего не даст. И вот самое главное к плавающему жуку, что нужно нам, это плавающий бомбардер. Сейчас я быстренько расскажу. Потому что человек, который сделал жука, может купить не ту бомбарду. Я специально все виды не стал брать бомбард. Взял одну, которую не надо. Вот не надо из такого вот материала полупрозрачного. Вот эта бомбарда хороша для других целей. Для других целей, да. Да, то есть выкидывать ее не надо. Ну и пока есть только жуки, покупать ее не обязательно. А вот плавающие бомбарды, они либо вот полые, это водоналивная бомбарда. При овленной жука наливать воды туда не надо. Это все. Мы делаем как есть. Ставим тройной вертлюжок, делаем плодок где-то полтора метра. И вот можно уже использовать. В принципе, идти на рыбалку. Тройные вертлюжки. Вот, Володя, можно показать пока, как они выглядят. И еще плавающий бомбардер может иметь вот такой вот цвет, мутный. Обычно вот по виду, что она мутная, уже можно сказать, что она плавающая. Потому что тонущие бомбарды, они имеют уже другие расцветки. Но саму как бы снасть, как готовится бомбарда. Можно посмотреть и в интернете, да и в «Рубалки на руси» в журнале тоже прочитать. У нас много статей, поэтому есть различных статей. Это маленький элемент, вряд ли, наверное, будет хорошо виден. Мы его так положим, вот так снимем здесь. Хочу сказать, дополнить еще то, что когда вы приходите в магазин, имейте в виду, что виды бомбард или сбирулина бывают разные. Бывают тонущие, бывают медленно тонущие, быстро тонущие, суспендеры, которые можно проводить в толще воды, и плавающие. Так вот, для данной рыбалки, для данных вариантов, вот то, что мы делали, вариантов жука, нужна плавающая модель. Если вы сами не разбираетесь, просто спросите в магазине у продавца, покажите мне, или дайте мне плавающую сбирулина. И все. Ну что ж, где у нас произведение искусства? Вот видите, буквально, буквально несколько минут и в руках мастера какие-то нелепые ингредиенты превращаются в прекрасную приманку. Вы представляете, этим можно ловить. Я думаю, что не только, конечно же, головлей. Я думаю, что прекрасно должна ловиться и северная рыба, там типа все то, что поднимается и ловит. Питается сверху. Хариус должен ловиться. И лес, конечно же, там должен ловиться. Здорово, красиво, интересно. И я перед тем, как попрощаться с вами, хочу показать вариативность изготовления жуков. Вариантов множество. Все зависит от вашей фантазии. Делайте приманки своими руками. Ловите рыбу тем, что вы сделали сами, потому что иногда, да, кого там иногда, достаточно часто приманки, изготовленные своими руками, более уловистые. Я не призываю вас отказаться от магазинных приманок, но имея такое на руках, вы всегда будете с уловом. Вы смотрели программу «Мастерская рыбака». С вами был я, Владимир Габелев, Владислав Сальников. Пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok